Взрослый самец, утилизация правая и передняя лопатка. Внутренности частично. Частично внутренности ребра. Внутренности частично. Посетит ли хищник давленку еще раз или найдет новую добычу? Хищником здесь называют леопарда и тигра. Давленкой стал пятнистый олень. Его один из обитателей национального парка земля леопарда задавил несколько дней назад. Тушка оленя может о многом поведать специалистам. Был ли хищник голоден, лакомились ли убитым животным падальщики, но главное, теперь она станет отличной приманкой для камер. Если мы посмотрим сейчас на данную тушу, леопард скорее всего подойдет отсюда и начнет есть, показывая как раз в кадре именно свой бок. Именно поэтому саму фотоловушку, как правило, вешают невысоко. Так будет гораздо проще узнать хищника от хибака, что человеческие отпечатки пальцев имеют уникальный рисунок. Поскольку по форме лица и по самому, по голове леопарда, мы не сможем определить конкретно особо. Сейчас на охраняемой территории порядка 70 дальневосточных леопардов и численность особей неуклонно растет из года в год. Мы не заинтересованы в том, чтобы, например, на нашей территории жило 5000 леопардов, потому что они просто не смогут существовать. Безусловно, пока популяция растет, в определенный момент она достигнет своего предела, плотность леопарда для данной площади. И дальше мы очень надеемся, что леопарды начнут активно расселяться. Ну, они уже сейчас этим занимаются, в принципе, за границей национального парка. Однако, как за дикими кошками, так и за другими обитателями охраняемой территории наблюдения ведут не только сотрудники нацпарка, но и браконьеры. Добыча красной икры, охота на копытных, сбор редких растений. Нарушители порой не боятся ни административного, ни уголовного наказания. В снежный период зимой, то есть практически каждую неделю где-то госинспектора выявляют нарушение режима, в частности, производство незаконной охоты. Это было три дня назад, это было там, ну, с очередностью где-то там неделя-десять дней. Отследить браконьеров, возможно, далеко не всегда. Вдоль всей охраняемой территории проходит трасса. Именно поэтому, чтобы опередить незаконных добытчиков, сотрудникам нацпарка приходится каждый раз подстраиваться под сезонность, концентрацию животных и другие факторы. Оперативные группы должны находиться на территории и днем, и ночью. Самец, да. И он кричит. Добычей браконьеров нередко становятся даже фотоловушки, хотя сотрудники нацпарка каждый раз удивляются. Продать устройство практически невозможно. Единственное место, где они могут быть полезными, и есть нацпарк. Зато здесь они приносят весьма полезную информацию. Заяц прогнал тигра. Фотоловушки обычно расположены таким образом, чтобы получить снимки животного с нескольких ракурсов. Таким образом специалисты могут внимательнее разглядеть обитателя и, соответственно, точнее изучить его характер и потребности. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова